Всем здравствуйте! Это новости Турции. Я живу в Турции и перевожу на русский язык новости, которые у нас происходят здесь, в стране. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно на него подписывайтесь. Сегодня у нас будет моно-выпуск, посвященный самой свежей и самой актуальной новости на данный момент в стране. Сегодня, информация вся, которая представлена в этом видео, в открытом доступе находится и она доступна вот та в том виде, который сейчас есть. По информации, хочу рассказать вам хронологию событий, что произошло, информация, которая на данный момент имеется в публичном доступе. Сегодня, 23 октября, в 16.40 примерно по местному времени появилась информация СМИ, что в Анкаре произошел террористический акт. Произошел этот теракт на объекте аэрокосмической компании, по факту на КПП завода. Нападавшие пытались проникнуть на объект, охраняемый через пункт пропуска, но встретили сопротивление сотрудников охраны, после чего прозвучала стрельба и звук взрыва был. Нападавшие подъехали к заводу на просто такси обычном. Выпрыгнули из него, начали атаковать. После этого произошел взрыв, была стрельба. Сразу же на место были вызваны группы специального назначения, спецназ турецкий. Это тоже все, по сути, теракт проходил в режиме онлайна. Министр внутренних дел Турции Алиерли Кая заявил тогда, что террористическая атака была совершена против объекта Тусаж. Это турецкая аэрокосмическая компания, которая разрабатывает БПЛА, самолеты, спутники различные, все, что с этим связано. В общем, технику находится это все в Анкаре. Нападавшие на объект Тусаж в Анкаре, это террористы. Они были вооружены автоматами, пистолетами. У них были с собой бомбы, гранаты. Все это находилось уже после теракта, забегу немножко вперед, на территории завода. В СМИ очень скоро появилась информация. На данный момент при обсуждениях каналах телевизионных в прямом эфире. Этому только идут подтверждения, что террористы принадлежали к рабочей партии Курдистана. Запрещена. И сейчас идет установка личности террористов, кто это сделал. И вот находятся взаимосвязи, что эти люди причастны к рабочей партии Курдистана. Сразу же после теракта, буквально через первые 20-30 минут, официально в стране, было оставлено радио и телевещание Турции, заблокировали интернет, СМИ, например. То есть нельзя было запрещено было официально публиковать какую-либо детальную информацию. Ну, вдруг это будет серия, например, терактов, да. Для того, чтобы не было информирования, какой-то коммуникации. То есть условно прижали все это сразу. Нельзя было зайти в Инстаграм, Твиттер, само собой. Ютуб не открывался. Просто блокнули все. Но с перебоями наработал Телеграм. Можно было постить новости. Очень плохо загружались картинки и видео. Но какая-то информация вот в Телеграм-каналах, она была... Вы могли это замечать, если подписано на Телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Попозже уже, когда все это закончилось, открылся интернет, заработал WhatsApp, прочие там СМИ, различные сайты, социальные сети, Твиттер и все прочее. Все это заработало, восстанавливается потихоньку. Но интернет был только с VPN. Если у вас есть VPN на телефоне, то все, YouTube, соцсети, они все работали и открывались VPN, работали в стране. Дело в том, что эти террористы взяли заложников 11 человек. И некоторое время удерживали их на этом заводе. Спецназ турецкий брал, скажем так, штурмом. И они очень быстро прибыли на место, окружили, сработали максимально быстро, слаженно. И пострадало. Есть погибшие, к сожалению, но это были минимальные, скажем так, жертвы, которые, к сожалению, произошли. Но масштабы трагедии могли быть гораздо больше. Спасли 11 заложников в этом здании Таы. И в итоге, в окончании теракта, террорист подорвал себя. Два было взрыва в теракте, в начале операции, когда они на КПП были, и в окончании, когда уже брали штурмом. У погибших 5 человек. Это два техника, один охранник, один инженер и водитель такси. 14 пострадали при этой работе ликвидации. Это 14 сотрудников спецназа. В своем заявлении сейчас Эрдоган находится на встрече Брикс. У него была встреча с Путиным. И на своей встрече он дал конкретно комментарии по теракту. Также другие главы государств Путин, в том числе, дали свои соболезнования и комментарии по этому поводу и поддержку высказали. В своем сообщении Эрдоган говорил еще о 4 погибших и 14 раненых, пострадавших людях. На тот момент количество было такое. То есть, если вы откроете это видео, можете видеть, что немножко другая цифра. Данные по 5 человек и 14 – это гораздо поздние, самые свежие данные информации. Цитата, которую сказал Эрдоган, комментируя произошедший теракт. В особенности благодарю вас за высказанное соболезнование в связи с терактом. В результате этого нападения погибли 4 человека, пострадали 14. Я осуждаю террор и желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим людям во время этого происшествия. Что на данный момент сейчас в стране вечером 23 октября происходит, все, конечно же, СМИ разбирают хронологию событий. Устанавливаются личности преступников, террористов. Их какие-то возможные связи с кем-либо. Все вот это поднимается. Это все самая свежая, главная новость, которая захватила все соцсети, все телеканалы здесь в стране. Например, в эфире Хабертюрк, турецкий эксперт по вопросам международной безопасности. Его зовут Хусейн Багджи. Он говорил о том, что вообще о сторонах, кому эта провокация и теракт могут быть выгодны. Сейчас вот в телевидении, в СМИ очень много разборов. Типа ищут людей, кому бы было выгодно, кому бы это было на руку. Почему именно так вот именно он говорит в своем интервью, что теракт сложился именно, когда Эрдоган поехал в Россию. Кому удобно эта провокация и почему это именно такой объект выбран. Цитирую его. Интересно, что в качестве цели террористов были выбраны оборонная промышленность и аэрокосмическая компания ТАЭ. Ведь один из секторов, в котором Турция развивалась быстрее всего в последние годы, это оборонная промышленность и крупные структуры, такие как компания ТАЭ. С этой точки зрения кажется, что все это очень сознательно выбранная цель, запланированная. И как вы знаете, в Стамбуле сейчас проходит выставка оборонной промышленности. Это, конечно, наталкивает на разные мысли и будет иметь за собой очень негативные последствия. Я думаю, что этот террористический инцидент и подобные террористические инциденты с большей степенью вероятности будут учащаться в будущем, в ближайший период времени. Самый важный момент, который заключается в том, что у президента Турции сегодня встреча БРИКС. Но мне хочется отметить уже по последствию этого теракта одно событие, которое уже сейчас произошло, парламент кое-что заявил. И одно событие я хочу отметить из новостей вчерашних, что произошло в стране, что могло быть причиной этого теракта, либо его спровоцировать. Что сейчас уже вечером после теракта парламент Турции продлил мандат на участие в военной миссии в Ливане, которая сейчас происходит. И вторая новость из вчерашнего дня, она тоже вчера была очень актуальна, взбудоражила СМИ. Бахчели вчера предложил условия для снятия изоляции с Аджалана. Давлет Бахчели заявил, что изоляция Абдулы Аджалана, лидера запрещенной в Турции партии, может быть снята, если он публично объявит о распуске РПК и прекращении террора. Если однажды он выступит в парламенте на заседании фракции ДЭМ, это прокуртская политическая партия, и заявит о завершении террористической деятельности, изоляция может быть снята. Прозвучало, все, конечно же, обсуждали, что это не его инициатива, это только с разрешения Совета, скажем так, добра политических верхов, непосредственно самого президента и так далее. То есть это некий шаг, его выпустят от этого человека из заключения, из тюрьмы, при условии того, что эта террористическая, скажем так, ячейка будет прекратить свою деятельность, будет разогнана, не будет угрозы терроризма. Конфликт вообще длится, на самом деле, с 80-х годов прошлого века. То есть условно мы как бы готовы попробовать переговором каким-то, в общем, это было зондирование почвы реакции социума и людей, которые в этой организации буквально после этой фразы, что это может закончиться, да, террор этот, то на следующий день произошел теракт, то, что мы сегодня имеем на данный момент. Что хочется отметить, я приношу свои соболезнования людям, которые пострадали либо погибли в этом теракте. Это очень печально, это траур. И я думаю, что очень большие, конечно же, будут разговоры на эту тему. Это будет одна из главных новостей в следующие несколько дней, которая будет иметь за собой какие-либо политические последствия. Спасибо за ваше внимание. Под видео остаются открытыми пока что комментарии. Уважайте, пожалуйста, друг друга, когда вы их пишете или высказываете свои какие-то мнения. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих, актуальных новостей из Турции. Подписывайтесь на него, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит в стране. Это канал новостей, о чем на самом деле здесь думают, переживают турки, о чем они думают, информация из официальных источников. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео.